Масочная симфония Бывало, конечно, на крупных пожарах, что у нас заходили звенья не единожды, то есть заканчивается воздух, свистит сигнальное устройство, показывая, что воздух подходит к концу, звено выходит, меняет баллоны. Сложнее всего работать в подвалах. В такой сегодня по очереди отправлялись шесть групп. Задача – спасти пострадавшего и обнаружить очаг возгорания в коридорах-лабиринтах. Без света, быстро и без ошибок. Если звено не взяло с собой все соответствующие экипировки, если не были допущены ошибки при проведении расчетов работы звена, если произошел разрыв звена, то это вообще считается одной из самых грубейших ошибок. Из дымовой камеры на полосу препятствий. Испытание, как в кроссфите, за исключением, пожалуй, шуруповерта. Его применение на пожарах, когда нужно быстро открутить что-либо, наши спасатели подсмотрели на западе. Все этапы эстафеты отработаны десятки раз, но от этого не легче. В отличие от нормативов, которые мы выполняем без дыхательных аппаратов, без СИЗОТ, здесь мы выполняли все-таки в аппаратах. Это дополнительная нагрузка на организм. Боевая одежда что-то около 15 килограмм и аппарат в сборе еще около 7-8 килограмм. В итоге самыми подкованными в сфере газодымозащиты оказались пожарные 12-й части. Серебро – УПЧ номер 2. А замкнули тройку хозяева площадки из первой части. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город».